В ближайшие годы загруженность молочных заводов в Акмолинской области достигнет 90%. Это означает, что основная часть предприятий по переработке молока работают на полную мощность. В течение двух лет в регионе будет запущено еще несколько крупных молочно-товарных ферм. На ферму Шуртодинский район уже завезли 123 буренки. В ближайшее время здесь будет завершено строительство доильного зала, где за один раз будут доить сразу 24 коровы. На начальном этапе на ферме планируют производить 2 тонны молока в смену. А с увеличением поголовья скота эту цифру увеличат в 5 раз. Мы бы хотели построить еще один ангар на 600 голов, единовременное содержание. И перевести сюда переработку, построить цех переработки, производство, линейку расширить именно молочной продукции. Сейчас здесь работает около 10 человек. После введения в эксплуатацию доильного зала штат увеличат на 5-6 работников. Всего в этом году в регионе открыли 18 крупных и средних хозяйств. По оценке специалистов, они обеспечивают 25% поставляемого на молочные заводы сырья. Теперь, когда к ним присоединятся еще 4 крупные хозяйства, на каждом объекте будет не менее 1000 дойных коров. В результате вот этих всех мероприятий мы планируем, что у нас увеличится производство молока порядка на 40 тысяч тонн. Если мы сейчас производим в целом валовое производство молока, составляет порядка 390 тысяч тонн, то только за счет прибавки этих новых крупных проектов, в том числе и расширения действующих, прибавку вот в эти ближайшие 2-3 года порядка 40 тысяч тонн. Товарное молоко, которое пойдет на переработку. Сейчас в области 15 молочных заводов, для работы которых нужно около 150 тысяч тонн сырья в год. Основной целью открытия специализированных молочных ферм является и то, что количество молока собираемого населения сокращается, говорят эксперты, особенно зимой. А перерабатывающим предприятиям всегда нужна стабильность. Нургуля Билина, Дамир Береколы, Евгений Шинкаренко, Хабар-24, Акмолинская область.